Чеченская республика Это самое мощное оружие из арсенала сухопутных войск. Страшные по своей силе взрывы сломили дух боевиков. Бойцы 68-го разведывательного батальона и морские пехотинцы практически без потерь овладели дворцом. Этот случай едва не привел к международному скандалу. Президент непризнанной республики Джохар Дудаев обвинил российские войска в применении тактического ядерного оружия. На самом деле по дворцу работали 240-мм минометы особой мощности «Тюльпан». Впрочем, у этого мифа есть свои корни. Россия обладает самыми мощными артсистемами в мире, которые могут использовать ядерные боеприпасы. Однако даже обычные снаряды такого калибра имеют колоссальную разрушительную силу. В чем и убедились боевики. Сегодня мы впервые расскажем об удивительном классе оружия – атомной артиллерии. Атомная артиллерия Осень 1949 года в США была окрашена в панические тона. У русских есть атомная бомба. Советский Союз может превратить в руины Бостон, Нью-Йорк и даже Вашингтон. Как некогда Америка превратила в них Хиросиму и Нагасаки. Военные успокаивали американцев. Самый дальний советский бомбардировщик Ту-4 не способен достичь Соединенных Штатов. Но в СССР уже знали, как доставить атомные бомбы за океаном. Самый простой способ – это был постройка аэродромов Подскока на Северных Полярных Островах. Это все было сделано. И подзаправившись топливом на аэродромах Подскока, бомбардировщик Ту-4 мог доставить ядерную бомбу в любую точку Соединенных Штатов Америки. Еще одним вариантом могли стать реактивные гидросамолеты Б-10. В 1950 году на Черном море были проведены успешные испытания по дозаправке летающих лодок от субмарин-танков. Америка перестала быть недосягаемой. Совершенно секретно. 21 сентября 1950 года. Вашингтон. Министру обороны США генералу Джорджу Маршалу. Я это. До тех пор, пока Россия не будет видеть железный кулак, мы будем приближаться еще к одной войне. Я согласен с вашим планом поддержки европейских стран. Именно Европа должна стать тем болотом, в котором завязнет русская военная машина. И пока она будет буксовать, краснозвездные бомбардировщики не смогут появиться над нашими городами. Президент США Гарри Трумэн. 31 января 1950 года президент США Трумэн дал указание комиссии по атомной энергии продолжать работу над всеми видами атомного оружия. Важно, чтобы ни одна страна не произошла в Соединенные Штаты в развитии, производстве и тактическом использовании ядерного оружия. Интересно, что США всячески демонстрировали свои успехи в создании сверхмощных стратегических бомб. Репортажи Сотола-Бикини, где в 1952 году был взорван самый мощный в то время ядерный заряд в 20 мегатонн, открыто показывались по американскому телевидению. Взрыв произойдет за горизонтом, приблизительно в том направлении. Вот в чем величие момента. Это первое полномасштабное испытание водородного заряда. Если реакция произойдет, то мы окажемся уже в термоядерной эпохе. Ради благополучия всех нас и нашей страны вы присоединились к нам и желаете удачного завершения операции. Подобная открытость была частью американской стратегии устрашения. В то же самое время Соединенные Штаты провели испытания ядерного оружия, о которых в прессе не сообщалось. 25 мая 1953 года. Атомный полигон в штате Невада. Операция «Апшот-Нот-Хоу». В Невадской пустыне было взорвано два заряда. Первый, бомба мощностью 27 килотонн, был сброшен с самолета. Второй, представлявший собой артиллерийский снаряд мощностью 15 килотонн, был доставлен в тот же район с помощью нового армейского орудия калибром 280 миллиметров. Вы видите уникальные кадры рождения нового вида оружия – атомной артиллерии. Испытания показали, что несмотря на меньшую, чем у бомбы, мощность, атомный снаряд нанес большие разрушения. Испытания зарядов в тысячу раз более слабых, чем взорванной на Атоле Бикини, были строжайше засекречены. Для сохранения тайны Министерство обороны США привлекло даже Голливуд. Безопасность – общее дело. Иногда мы забываем, что несоблюдение секретности также может привести к нежелательным последствиям. Если секретная информация об этом испытании попадет в руки врагу, то последствия станут самыми разрушительными, как для каждого из нас, так и для всей нации в целом. Безопасность – это общее дело. Не испытывайте судьбу. Будьте внимательны. Правильно храните секретную информацию. Немедленно докладывайте о нарушении требований безопасности. Удительность может помешать прощению незначительного упущения в катастрофу. Не упоминайте о секретной информации в письмах домой. Не будьте беспечны. Я исцеляю беспечных мужчин. Повышенная секретность объяснялась тем, что испытания в Неваде открыли новую страницу в атомном противостоянии сверхдержавок. Выиграть войну у СССР только с помощью стратегических бомбардировок было невозможно. Советские танковые армии в течение двух недель захватили бы Европу и лишили бы американскую авиацию наземных баз. Дальше боевые действия неизбежно свелись бы к обмену ядерными ударами и колоссальному ущербу, от которого обе страны вряд ли бы уже оправились. Чтобы одержать быструю победу, Соединенным Штатам нужно было разгромить самую мощную в мире сухопутную армию Советского Союза. Особая роль в этом отводилась атомным пушкам. Они могут выполнять задачи круглосуточно, в любое время, скажем, при любых погодных условиях. Это и ночь, и туман, и непогода, и другие условия. Авиация решить такие задачи, скажем, в условиях непогоды практически не может. Удивительно, но американцам удалось переиграть Советский Союз. Руководство СССР даже не догадывалось о новой угрозе. В боевых условиях советские колонны были бы встречены огнем американских атомных орудий, располагавшихся за 30 километров от передовой. И тогда катастрофы было бы не избежать. Совершенно секретно. 20 мая 1955 года. Москва. Начальнику Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал-полковнику Шалину. На контакт с нами по собственной инициативе вышел французский офицер, сотрудник стратегического командования НАТО. Вербовка прошла успешно. Агенту присвоено кодовое имя Мюрат. Начальник оперативной разведки Главного разведывательного управления генерал-лейтенант Кочетков. Агент Мюрат стал находкой для советской разведки. В силу своей должности он имел доступ ко всем планам НАТО в Европе. Именно он сообщил о тайной доставке на континент первых американских атомных орудий. Информация прозвучала для советского руководства как гром среди ясного неба. В срочном порядке Главное артиллерийское управление утвердило задание на разработку гаупицы и миномета под ядерные боеприпасы. Калибр был определен в 420 мм. Советские ядерщики не могли сделать атомный снаряд меньше. Проектирование самоходного миномета-трансформатор было поручено Коломенскому КБ машиностроения. Эта работа была особой важностью. Безусловно, круг работников, которые были заняты созданием боеприпаса со специальной миной, было предельно ограничено. Чтобы обеспечить полет активно-реактивной мины на 40 км, потребовался ствол длиной 22 метра. Сложной проблемой стала задача гашения колоссальной отдачи при выстреле. В обычных минометах это делалось с помощью тяжелой плиты, на которую опирался ствол. Но инженерам удалось найти другое решение. Жозеф Яковлевич Котин, это главный конструктор Ленинградского кировского завода, принял решение принять всю тяжесть восприятия отката ствола на весь танк. Танк стал, вообще-то говоря, тормозом отката. В кости многих доработок, в части подрессорования танка, усиления механизмов в танке, эта проблема была решена. Это решение было подтверждено стрельбой фугасной миной. Ну, танк, правда, отбрасывало назад, метр на два. Не менее сложным было создание 420-миллиметровой гаубицы конденсатор, которую разрабатывали в ОКБ Кировского завода. Сегодня это Санкт-Петербургская КБ-спецмаш. Впервые в отечественной практике на шасси танка устанавливалось орудие главного калибра линкора, весом почти в 20 тонн. С этой сложнейшей задачей блестяще справился коллектив знаменитого артиллерийского конструктора Николая Кокурина. Просто нужно вспомнить Курскую дугу и те две самоходные пушки, которые он создал для боевых операций, которые там проходили. Это СУ-122 и СУ-152. Уже в 1956 году гаубица конденсатор и миномет-трансформатор прошли государственные испытания и были приняты на вооружение. Они стали самыми мощными артсистемами в мире. В Центральном музее вооруженных сил это один из самых секретных экспонатов. Нет даже поясняющей таблички. Только надпись. Пушка особой мощности послевоенного образца. На самом деле, это и есть первая советская ядерная пушка под названием «Трансформатор». В 1957 году на параде, посвященном годовщине Октябрьской революции, атомные орудия произвели настоящий фурор. Из соображений секретности тогда стволы минометов были укорочены на 4 метра, а гаубицы на метр. Зная калибр и длину ствола, можно было вычислить дальность стрельбы. Но даже в таком варианте западные специалисты приняли их за бутафорию. Они просто не поверили, что такие орудия вообще могут быть созданы. К концу 1957 года в секретных арсеналах Министерства обороны уже насчитывалось более 300 ядерных мин и снарядов. Но наступала новая эпоха. В том же 1957 году Никита Хрущев подписал указ о сокращении артиллерии. Хрущев. Он человек был решительный. И он плохо понимал проблему совмещения. У него все решалось по принципу замещения. То есть он кукурузой пытался заместить обычные злаки. Ракетная эйфория зафлеснула страну. Тысячи кадровых офицеров-артиллеристов, многим из которых оставалось дослужить всего несколько лет, были уволены из армии. По приказу Хрущева полностью закрыты или перепрофилированы пушечные институты и КП. Он кинул правильный, но преждевременный лозунг. Массовый переход к ракетам. Но спрашивается, а из этого вытекает или не вытекает, что авиации не нужно. Ведь она не только для того, чтобы доставлять атомные бомбы. Существует. Примерно такое же отношение к артиллерии. Даже смещение в 1964 году Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС не изменило положение. До 1967 года на вооружении советской армии не было принято ни одной крупнокалиберной арт-системы. Между тем в США и других странах НАТО тяжелую артиллерию продолжали совершенствовать. 5 июня 1967 года. Египетская авиабаза «Каир-Отест». Около 8 часов утра во время смены дежурных летчиков на египетские аэродромы посыпались бомбы. Затем началась наземная атака. Египтянам с помощью советских туров удалось уничтожить около 800 израильских танков. Еще немного, и арабы сумели бы переломить ход войны в свою пользу. Но армия Израиля блестяще использовала артиллерию. Выявленные египетские заслоны немедленно сметались огнем 155-мм самоходных установок американского производства М107 и М109. Эти же орудия израильтяне установили на голландских высотах и практически парализовали действия сирийских войск в радиусе 30 километров. Разгром арабской коалиции привел к серьезным последствиям для СССР. Репутация советского оружия была подорвана. Руководство Иордании, Египта и ряда других стран стало искать контакты с американцами. На этом фоне советских военных очень встревожила информация разведки. Секретно. 15 июня 1967 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР маршалу Советского Союза Матвею Захарову. Американское военное командование приняло на вооружение ядерный боеприпас М-454 штатного калибра 155 миллиметров мощностью около одной килотонны. По оперативным данным, снаряды уже начали поставляться в Бундесвер и британские войска. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Петр Ивашутин. Всего через три недели, 4 июля 1967 года, вышло постановление правительства и ЦК КПСС о широкомасштабных работах по созданию самоходных артиллерийских установок. В историю они вошли как цветочная серия. 152-миллиметровые САУ «Акация», «Гвоздика» и «Фиалка» станут настоящим смертоносным букетом, прославившимся в десятке вооруженных конфликтов. Этим же постановлением, задачей государственной важности объявлялось создание атомных артсистем. Самоходного миномета «Тюльпан» калибром 240 миллиметров и 203-миллиметровой гаубицы «Пион». Впрочем, и без ядерных боеприпасов мощь этих орудий потрясала. По сравнению с калибром 152,4 миллиметра, это 6 дюймов, 8-дюймовая 203,2-миллиметровая пушка. Это как кошка с тигром. Миномет «Тюльпан» был разработан Свердловским ЦКП «Трансмаш» и ОКП Пермского завода «Мотовили». В 1969 году «Тюльпан» прибыл на полигон для первых испытаний. Впервые большая часть трудоемких операций по заряжанию 130-килограммовых мин была автоматизирована. Но на позиции выяснилось, что система боеукладки вышла из строя. Тогда испытатели завода вручную стали укладывать мины на досылатель. Как только одна входила в ствол, они укладывали следующую. Но неожиданно произошла осечка. Оказалось, что не закрылся затвор. Руководитель испытаний дал команду на повторный выстрел. Но в этот момент вторая мина находилась на досылателе. Столкнись два заряда в стволе, погибли бы все в радиусе 20 метров. Испытателей спасла реакция наводчика, который в последний момент отключил зарядное устройство. После этого случая конструкторы переделали механизм боеукладки и установили систему блокировки. Теперь на штатных машинах подобный случай просто невозможен. В начале следующего, 1970-го года, самоходные установки цветочной серии продемонстрировали министру обороны маршалу Советского Союза Андрею Гречко. На полигоне был свой раритет. Железобетонный ДОТ, простоявший 40 лет, несмотря на то, что по нему стреляли все принимаемые на вооружение орудия, начиная с 1929-го года. Вот и в этот раз конструкция устояла после выстрелов Акации и Гвоздики. Дошла очередь до Тюльпана. Разрушение легендарного ДОТа произвело на министра обороны Гречко колоссальное впечатление. В 1971 году самоходный миномет Тюльпан был принят на вооружение. Самоходный миномет Тюльпан уникальная арт-система. Он способен совершать марш на огромные расстояния со скоростью до 60 км в час. На стационарной позиции заряжание производится с грунта с помощью крана. На подготовку выстрела экипажу нужно всего 4 минуты. Прицел, 711. Прицел, 711. Основное направление правее 1,10. Основное направление правее 1,10. Первому одну мину заряжу. Тюльпан стреляет 130-килограммовой мины на дальность от 800 метров до 20 километров. Траектория полета снаряда позволяет поражать противника за укрытием. Например, за домом. Аналогов к нашему миномету, по-моему, не найдется. Во всех армиях западных стран калибра больше 160 мм не присутствует. У нас же 240, то есть намного-намного больше. Разрушительные силы и мощь этого орудия впечатляют, скажем так. В год принятия на вооружение самого мощного в мире миномета в ленинградском КВ «Спецмаш» приступили к созданию самоходного орудия «Пион» калибром 203 мм. В это же время на заводе шли работы над первым танком с газотурбинным двигателем Т-80. Поэтому было создано два самостоятельных подразделения КВ. Общение между ними было строжайше запрещено представителями Комитета госбезопасности. Конструкторов такое положение не устраивало. Когда после долгих разъяснений что мы чем больше общаемся тем больше толку и для проблем решения проблем и для того, чтобы двигалось дело. И действительно нас поняли. И мы общались. И вы знаете, сколько перетекло хороших мыслей, хороших здравых идей. Именно такое перетекание идей из одной группы в другую дало прекрасные результаты. Для пиона и танка Т-80 была разработана оригинальная ходовая часть. Дорожка гусеницы, по которой бежит опорное колесо пиона и сам обод катка конструкторы сделали из специальной резины. Первыми качество танковой резины оценили жены работников Кировского завода, для которых местные умельцы из нее тайком делали набойки на туфли. Такая обувь практически не снашивалась. После этого необычного испытания новый материал можно было смело ставить на боевую технику. Обрезиненная ходовая часть снизила шум и сделала ход пиона более мягким. Но самое главное, теперь самоходная установка могла без замены гусениц пересечь Советский Союз с запада на восток. А это почти 10 тысяч километров. Еще одним оригинальным решением конструктора пиона стал перенос двигателя и ведущего колеса вперед, что позволило улучшить проходимость. Впервые в практике самоходной артиллерии на пионе установили вспомогательный дизельный генератор, позволяющий вести огонь при заглушенном основном двигателе. Однако первое время он заставил создателей понервничать. Один из его узлов нагреватель никак не хотел работать. Наконец, не выдержав проволочек, главный конструктор пиона Николай Кокурин поставил инженером ультиматум. Мы уже довели до кипения и его, да и себя, когда он пришел, сказал, ребята, три дня и больше я с вами разговаривать не буду. Для мозгового штурма собрали всех конструкторов лаборатории. Время было уже к ночи, а решений все никак не находилось. И вдруг Всеволод Молкий предложил сделать корпус прозрачным, чтобы своими глазами увидеть, что же происходит в злосчастном нагревателе. И действительно, сняли верхнюю крышку, сделали из оргстекла и с помощью кинокамеры скоростной, а у нас своя кинолаборатория была, сняли все процессы, происходящие в котле. Увидели, в чем дело. И тут же нашли через час решение. В июле 1976 года завершились работы по танку Т-80. В то время он стал самым быстрым и самым маневренным в мире. Эйфория вокруг очередного успеха советского танкостроения абсолютно затмила другое событие. Запуск в серийное производство новой самоходной артиллерийской установки, получившей имя «Пион». Бронированный корпус машины имеет необычную форму. Кабина экипажа вынесена далеко вперед и служит противовесом орудийной установки. В кабине размещаются командир, наводчик и механик-водитель. В средней части машины артиллерийский расчет из четырех человек. «Пионы» и «Тюльпаны» сводились в бригады особой мощности, считавшейся резервом главного командования. Их можно назвать артиллерийским спецназом. Имея мощность снаряда в одну килотонну и дальность стрельбы около 50 километров, атомные пушки и минометы могли одним выстрелом уничтожить батальон наступающей пехоты, аэродром, важный железнодорожный узел или позицию мобильных ракетных комплексов. Для поражения открытых целей ядерный взрыв происходил на высоте около сотни метров. Для уничтожения укреплений заряд инициировался с задержкой после заглубления. появление атомной артиллерии в советских войсках стало мощным сдерживающим фактором. Но США по-прежнему прилагали огромные усилия, чтобы обеспечить себе ядерное превосходство. В начале 80-х годов обстановка в мире стремительно накалялась. Вод советских войск в Афганистан был использован Соединенными Штатами как повод для наращивания ядерного потенциала. Совершенно секретно. 7 августа 1981 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Американские специалисты провели серию испытаний артиллерийских снарядов, предназначенных для оснащения нейтронными боеголовками. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Нейтронная бомба убивала потоком быстрых нейтронов, которые проникали через любую броню. Особенностью конструкции подобных зарядов была компактность, что делало их идеальным для тактических боеприпасов. Ленинградское объединение Кировский завод. Здесь родился самый первый советский КАПК. Отсюда ушло на поля более ста тысяч знаменитых К-700. В начале восьмидесятых КП Спецмаш приступили к созданию модернизированной установки пиона, получившей название МАЛКА. Сегодня это одна из самых защищенных машин. В состав брони был внедрен пластик с долей бора, хорошего поглотителя нейтрона. Одновременно конструкторы кардинально улучшили все показатели самоходной арт-установки. МАЛКА перевернула стереотипные представления об артиллеристе. до создания самоходной артиллерийской установки артиллерист он и тяговая лошадь, он и человек, который готовил позицию для установки этой, он и был заряжающий, и вот посмотреть на сегодняшнего артиллериста, который обслуживает самоходную артиллерийскую и установку, это интеллигент. На МАЛКЕ установлен автоматизированный комплекс заряжания орудия, основанный на авиационной гидравлике, которую раньше никогда не применяли в артиллерии. Обновленная система управления огнем осуществляет автоматический прием и обработку данных, которые выводятся на цифровые индикаторы. Время перевода меньшее в боевое положение, в походное, время движения, система мощнее, лучше, она и современнее, и точнее. В 1985 году, после объявленного американским президентом Рейганом крестового похода против коммунизма и размещения в Европе ракет средней дальности «Першинг», советское правительство приняло решение о поставке сверхсекретных орудий МАЛКа в страны Варшавского блока. Одно из первых МАЛКу получила на вооружение Чехословакия. Характеристики самоходной установки произвели на союзников неизгладимое впечатление. Советские конструкторы, сопровождавшие новое орудие, шутили. Только не стреляйте поперек республики, а то попадете в соседнюю страну. Главными целями атомной артиллерии, размещенной в странах Восточной Европы, были высокозащищенные командные пункты НАТО и стартовые позиции американских першингов. В середине 80-х стало временем триумфа советской артиллерии особой мощности. Кроме задач стратегического сдерживания, она оказывалась незаменимой при ведении обычных боевых действий. Впервые это проявилось в Афганистане. Советская армия к войне в горной местности оказалась не готова. Каждый скальный уступ, пещера или глинобитный дом становился мощным естественным укреплением, с которым не справлялась обычная артиллерия. В срочном порядке в Афганистан были доставлены самоходные минометы Тюльпа. В начале 80-х в московском научно-техническом комплексе Амитех была создана 240-мм корректируемая мина Смельчак. Впервые ее продемонстрировали на крупных военных учениях Запад-83. Специально, чтобы увидеть чудо-снаряд, приехал лично министр обороны Дмитрий Устинов. Он даже потребовал открыть жалюзи бронированные, чтобы посмотреть на Смельчак. Но нам была поставлена задача уничтожить две цели за 4 минуты. Мы это сделали. Командный пульт и локатор подожгли. После этого начался огневой налет. Он говорит, вот, что там твои комплексы? Смотри, как долго. Все перемололи, все, все цели поражены. Я говорю, подождите, подождите. Дым расселся, горят только две цели, которые бы поразили. Мина Смельчак открыла новый этап развития артиллерии особой мощности. Эпоху высокоточного оружия для бесконтактных войн. Что такое бесконтактные войны? Это создать возможность поражать противника вне соприкосновения живой силы противника и наших. То есть, это задача сохранить жизни солдат, сержанта, офицеров в наших частях и подразделениях. Для стрельбы управляемой миной Смельчак на расстоянии от 200 до 5000 метров от цели размещается корректировщик. Время вылета снаряда по радиоканалу синхронизируется с его целеуказателем. За одну-две секунды до падения мины, когда противник уже не может поставить ламехи, прибор подсвечивает цель лазерным лучом. Фотоприемная головка мина улавливает отраженный сигнал и с помощью газовых двигателей корректирует свой полет. На этих уникальных кадрах фильма Министерства обороны можно рассмотреть весь процесс корректировки мины. В 1985 году управляемые мины Смельчак прошли боевую проверку в Афганистане. Для уничтожения каждой цели требовалось не более трех мин. Тогда как обычных в сто раз больше. Вот такого рода оружие, которое мы предлагаем и развиваем, оно является альтернативой малому ядерному оружию. Это сто процентов. Мы бьем точно, относительно простыми средствами и надежно. Первое февраля 1992 года. Кэм Дэви, США. Буш старший встречал первого президента России Бориса Ельцина. Оба не могли сдержать ликования. И мы встретились не как противники, а как друзья. Эта историческая встреча служит еще одним подтверждением окончания Холодной войны, начала новой эры. Горы советского оружия казались теперь ненужным хламом. Согласно договору о сокращении обычных вооружений, самоходные артиллерийские установки МАЛКО не могли находиться на европейской части России. Сначала их даже пытались уничтожить, но разбить орудие, созданное, чтобы выдерживать ударную волну ядерного взрыва, оказалось не так-то просто. Наконец, было принято решение отправить оставшиеся установки за Урал. Я уверен, что сегодня это орудие самоходно-артиллерийское, если его поставить в строй, будет на уровне сегодняшнего дня требований техники. Не подпадавшие под договор тяжелые минометы тюльпан были также законсервированы на складах. Второй раз за свою историю тяжелая артиллерия оказалась под запретом. После неудачного начала боевых действий в Чечню в срочном порядке были направлены две батареи самоходных минометов тюльпан с высокоточными боеприпасами смельчак. Но за несколько лет забвения артиллерии большой мощности образовался кадровый провал. Начальник ракетных войск и артиллерии обратился к специалистам научно-технического комплекса АМИТЭ. Слушай, помоги подготовить ребят. Я говорю, мы сами ползем на пузе. Ну, конечно, подготовим. И команду мы выбросили на полигон, на один из полигонов Горьковской области, подготовили команду, закончили 31 декабря и с начала января она уже успешно применяла комплекс мельчак. Результат применения минометов тюльпан и высокоточных боеприпасов превзошел все ожидания. Был случай к командиру батареи на наблюдательном пункте, подошел командир батальона подразделения внутренних войск и, согласовав задачу с командующим группировки, поставил задачу разрушить здание, в котором засели боевики. Чтобы выполнить задачу, артиллеристам потребовался лишь один выстрел. Наша мина, попадая в здание, она взрывается предположительно на третьем, четвертом, втором этаже, в зависимости установки взрывателя. Военные конфликты конца 20-го и начала 21-го века показали, что современным армиям всегда требуются системы, способные уничтожать укрепление противника и наносить удары на большом расстоянии. Опыт, накопленный при создании артиллерии особой мощности, позволил конструкторам разработать целую серию современных арт-установок. Одна батарея 152-мм САУМ-100С способна всего за минуту обрушить на противника до трех тонн смертоносного металла. Для нее создан управляемый снаряд Краснополь, поражающий цель с одного выстрела. Зачем создается вся новая техника? Это для того, чтобы получить преимущество перед противником, придать оружию новые свойства, которых у противника нет, получить над противником несбалансированные преимущества. Другой современный артиллерийский комплекс «Берег» способен несколькими выстрелами сорвать тактическую десантную операцию. После обнаружения цели компьютеры центрального поста моментально выдают каждому орудию свои прицельные координаты. Произведя мощный залп, боевые машины немедленно меняют огневые позиции. При необходимости обе эти системы могут стрелять и ядерными снарядами. Но в 1994 году США и Россия взяли на себя обязательство не разрабатывать ядерные заряды малой мощности. В 2004 году президент США Джордж Буш подписал акт о выделении бюджетных средств на разработку новых видов ядерного оружия. Самые большие надежды Пентагон возлагает на разработку гафневой бомбой. При ее взрыве возникает излучение которое подобно нейтронному уничтожает все живое. Из гафния можно создавать миниатюрные заряды и затем сбрасывать их с самолета. Выстреливать из танков и даже гранатометов. Но основным средством их доставки станут высокоточные ракетные и артиллерийские снаряды. Это будущее вооруженной борьбе. Есть такое разведал выстрелил и забыл или просто выстрелил и забыл. Несмотря на тревожную информацию о разработках в США новых типов тактического ядерного оружия, Россия по-прежнему придерживается договоренности 90-х годов об их запрещении. Пока единственным ответом на вероятную угрозу стала модернизация стратегических ядерных средств. Готовясь к обороне, всегда лучше предполагать врага намного сильнейшим, чем он кажется. пренебрежением же легко уподобится скряги, который, сберегая какой-нибудь лоскуток, портит целое платье. Эти слова Шекспира, сказанные еще в 16 веке, можно легко отнести к нынешнему времени. Россия не должна экономить на обороне, развивая только стратегический компонент ядерных сил. Атомные пушки нужны армии не меньше, чем новейшие ракеты. Время показало, что в силу своей универсальности артиллерия особой мощности способна решать огромный спектр задач от борьбы с терроризмом до стратегического сдерживания. Редактор субтитров